Привет всем, меня зовут Диана. Я менеджер департамента Dispatch 42. И сегодня я хочу поговорить с вами по поводу оптимизации процесса внутри компании, то, что касается сферы safety. Закономерность, которую выявляет проблема внутри трекинговых компаний, приводит к тому, что внутри компании беспорядок, или даже к тому, что эти компании не проходят safety audit, закрываются и платят большие penalty. Первая закономерность, которую мы заметили, это хаос и беспорядок во всех документах. Вторая закономерность касается больше всех документов водителей и траков, которые всегда теряются и их невозможно найти. Третья закономерность касается того, что внутри компании все процессы ухудшаются, и работа между департаментами практически невозможна. Чтобы решить все эти проблемы и другие новые, которые появляются день за днем, мы разработали новую систему, которая оптимизирует работу компании. Мы назвали эту систему safety optimization. Первая часть касается company file. В company file входят все документы, которые относятся именно к вашей компании. Это business license, MC certificate, UCR, которые вы оплачивали год за годом, а также insurance и другие документы, которые такие как MCS-150, MCS-90, которые подтверждают тот факт, что вы делали вовремя banal update, а также то, что вы на самом деле зарегистрированы в компании insurance. Второй сегмент касается driver file. Тут мы оптимизуем и сортируем все документы вашего водителя и водителей, которые были в прошлом. На самом деле документы водителей нужно хранить примерно 3 года, даже если водитель у вас работал неделю или 2. Federal Motor Carrier просит, чтобы в компании были сохранены все документы водителя, такие как CDL, Medical Certificate, Pre-Employment Drug and Alcohol Test. Каждый Medical Certificate должен быть проверен в National Register в базе Federal Motor Carrier на то, что на самом деле этот доктор, который делал Medical Certificate, имеет лицензию. Дальше есть серия форм, которые водитель должен заполнить при нанятии на работу, такие как Pre-Employment, Training Report, Certificate of Road Test. Также мы советуем всем компаниям подписывать контракты со своими водителями, неважно, нанимаете вы их на работу лично или работаете с ними через их компании. На самом деле очень важно, чтобы у водителя также был Driver's Manual, который разработан в вашем Safety Manager, в котором описаны все критичные ситуации. И у водителя этот Driver's Manual должен быть в траке, чтобы он мог в критичных ситуациях взять информацию нужную оттуда. По прошествию года вы обязаны подготовить в папке водителя Annual MVR, Annual Check of Violation, а также подготовить все Random and Alcohol Drug Tests, которые он сдавал по прошествию этого года, если он был выбран. Мы также советуем компаниям разработать Driver's Violation Policy, в которых описаны все Violation, которые может получить водитель, а также Penalty, которые они должны платить в этом случае. Следующий сегмент нашей Safety Optimization системы является Unit File. В Unit File хранится информация про трак и про трейлер. Это Track Registration, Annual Inspection, Трейлер Registration, Annual Inspection. Также очень важно, если этот трак, лист или рент, обязательно нужно туда в папку Unit File поставить контракт, лизагримент, потому что есть случаи, когда он не заключается или не подписывается, и потом в случае аварии или каких-то других ситуаций возникают большие проблемы. Следующий очень важный сегмент нашей Safety Optimization системы, она касается логбуков. Обязательно нужно сохранять всю информацию на последние 6 месяцев по логбукам, непосредственно логбуки, в том числе и bill of lading на весь этот период, fuel receipt и fuel report, если у вас есть fuel card, а также нужно сохранять толы, которые проезжал водитель в течение вот этих 6 месяцев. На самом деле очень важно и сохранить все DUT Inspection, добавить в папку для того, чтобы в случае Safety Audit проверить, что все совпадает. Следующий сегмент нашей Safety Optimization системы касается IFTA. На самом деле это очень обширная тема. У нас уже разработан софт, который считает мили, а также связывает водителя и наш софт, для того, чтобы все документы были в порядке. То, что касается IFTA файл, в нем должна быть сохранена информация по каждому кварталу. В этот файл также мы рекомендуем всем добавлять bill of lading, fuel receipt, fuel report, мили, которые были посчитаны, потому что у нас были случаи, когда в компанию приходили инспекторы, инспектировали IFTA за последние 3 года. В случае, когда у вас нету достаточной информации, Federal Motor Carrier может наложить на вас некий штраф за то, что вы потеряли информацию и не можете доказать. На самом деле были бы посчитаны правильно мили. Также в случае, когда это считается GPS-трекером, информация не сохраняется, она куда-то уходит, репорты оплачиваются, и после этого в случае IFTA аудита никто не может доказать информацию. Наша система именно разработана для того, чтобы вся информация, которая в вашей компании, неважно сколько лет, 3 года, 5-10, она была сохранена, она была правильно сортирована, для того, чтобы в случае сейфти аудита вы просто нажали кнопку print и могли показать инспекторам всю информацию, которую они просят. Ну что, это всего лишь внедрение в нашу сейфти-систему, сейфти-оптимизейшн-систему. На самом деле мы можем вам рассказать еще много информации. Если вам интересно, как сделать так, чтобы ваша компания работала оптимально, зарабатывала деньги, а также сохраняла всю информацию в полном порядке, пожалуйста, обращайтесь к нам, и мы вам поможем. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok